всем привет друзья ну что давно с вами не виделись я уже соскучился по вам сегодня мы будем вас удивлять и так давайте по факту дом с плоской крышей 100 тысяч рублей за метр квадратный вместе с мебелью с отделкой вообще такое возможно я тоже не верил пойдем смотреть сергей привет привет я очень впечатлен уже с первого взгляда пойдем покажешь дом плюс или ничего сергей расскажи пожалуйста про дом площадь в чем идея изначально была какие-то может быть особенности чем этот дом отличается от других что во-первых это третье поколение дом плюс до который мы делаем стандартные типовые просто это площадь больше здесь 290 метров вместе с террасами гостиная у нас примерно 120 метров это площадь это не ограничено потому что нас вышли панорамное остекление везде там американские стекла с напылением принципе терраса работает на гостиной вот здесь нет камина например он вынесен на террасу но думаю это как одно пространство да воспринимаем в принципе дом плюс это каркас каркас совмещенный с ул то есть у нас все перекрытия парящие все стены это каркас где что мы добавляем металл часто потому что здесь большие пролеты большие гостиные решения это эти все планировки дом плюс они подходят под 90 процентов участков то есть классической коры получается у нас справа слева соседи да там как правило дорога красная линия подъезд и всегда они ориентированы на но на участок на 1 да здесь елка последний оружие архитектора мы отличную делаем инсоляцию до нас получается такие так телевизорами некоторые называют здесь нас панорама все время смотрим да вот на участок но часто бывает так что у нас этот видовая характеристика не совпадает с южной стороной то есть инсоляция страдать может поэтому у нас все типовые дома и этот в том числе мы добиваем инсоляции панорамными крышами то есть если там север и хорошая видовая характеристика то солнце доходит через крышу как где бы она не была на все время будет заходить в гостиную я понял вот и да и более того десяти панорамные крыши идут через весь дом здесь 44 пакета попадает на гостиную дальше один пакет это стеклянная крыша master master bedroom санузел и дальше гостевой санузел сауны тоже со стеклянной крыши то есть через весь дом идет это остекление мы улучшаем инсоляции решаем сразу вопрос то есть мы закрываем глухо две стороны глухая сторона которая въезд до красные линии открываем только одну столько у нас теплые у нас примерно ну чтобы цифрами не грузить людей для нас получается примерно стеклопакет равен примерно брусовому дому я я уже предчувствую комментарий холодно здесь да нет нет во первых да надо надо понимать что у нас здесь дом принципе насыщен технологиями здесь вообще умный дом это не базовая история дополнительной опции вот у нас нет видишь вот такая технология так мы запаиваем стеклопакеты потом так интегрируем туда интегрируем алюминиевые двери распашные вон тоже по этой нашей технологии и у нас есть теплые полы фрагментами основное отопление это инфракрасная за потолком вот лишь мы стоим комфортно вопросы могут быть там печет или не печет то есть работает просто во-первых при любой температуре там минус 30 минус 40 у нас нет не запотевают стекла то есть нет ни точки росы не мостик холода то есть полный ноль если пройти с тепловизором то мы видим что даже алюминиевая рама она будет там сине-фиолетовая то есть она пропускает немножко у нас этих мостиков вообще нет то есть они исключены круто и да и мысли видишь что у тебя нет ни радиатора не батареи не конвекторы а здесь тепло и комфортно потому что это отопление оно очень равномерно то есть не один большой прибор там два киловатта над головой у тебя висит да получается а очень равномерно это и обычная стекляшка она холодная вот если потрогаешь то здесь все вот предметы стулья стеклянные они все теплые ребята реально тепло кожаная то есть мебель кожаная диван обычно холодно даже летом стекло в обычном доме она будет холодная то здесь такого нет и ты равномерно получаешь отопление ты можешь его регулировать там с до десятка градусов до выставлять это считают датчики поднимают опуская сколько хочешь если говорить про цену вот и для обычного потребителя принять такое решение относительно отопления это будет дороже чем аналогично это самentaroweичное электрическое отопление то есть чтобы понимать чтобы люди вообще не было все отопление инфракрасно просто немножко разные там длина волны и длинно волны примерно как солнечны но если говорить про эксплуатационные расходы человека то если было бы просто электрический нагреватель просто до стоял да то есть он он был бы как прибор, наверное, дешевле, но в процессе эксплуатации период окупаемости это работает, это намного экономичнее. То есть там в процентах на 30, на 40. О, ничего себе. Крутой лайфхак вообще на самом деле. Но это не просто технологично, я так понимаю, ну то есть сделать, воплотить такое решение, там есть нюансы. Это сложно, да. Но это у нас Челябинский завод делает. В принципе, понятно, что эта история, она там скопирована с западных аналогов, да, но мы это вот интегрируем, то есть у нас вот это отопление там в 99% случаев его покупают. Даже если у человека есть на участке газ, да, то там его подключение порой стоит миллион и полтора, да. То есть у нас получается даже люди отказываются, и такая ипотека своеобразная получается, да. То есть период окупаемости 10-15 лет, то есть человеку вот эти вот свои там полтора миллиона, он просто тратит на это электричество, то есть постепенно платит. То есть на газу у нас очень маленький процент домов в реальности. Круто. Да. Расскажи немножко про планировку и про какие функциональные зоны здесь есть, что с точки зрения функционала вообще, какая была задача и как решил. Ну, смотри, все дома, вот в основном самые продаваемые модели, 137 метров, там это просто больше в три раза получается типовая, но тем не менее, вот здесь кухня-гостиная, да, вот здесь еще и пониженная диванная зона как опция, да, там. Здесь надо сказать, что высота потолка, у меня просто рост высокий, может показаться, что это там как-то близко, на самом деле нет. Во-первых, мы, да, у нас 2,50 высота, плюс у нас где панорамная крыша, там уже получается 2,90, и ты не ограничен фактически ничем там стекло, то есть это не потолок. Поэтому здесь вот это open space, кухня-гостиная, это тоже все типовые вот такие решения. По флангу мастер спальни идет со своим санузлом, приходит гостевой санузел, сауны совмещенный, значит, гостевая спальня, здесь вот, здесь такое решение, что есть жалюзи, да, стекло, то есть спальня за стеклом, она, значит, там граничит с красной линией, там глухая стенка, там есть просто окно на проветривание, если человек не спит, то он поворачивает жалюзи, и просто у него, это же панорама, которая есть в гостиной, то есть через гостиную он смотрит на участок, то есть на свою хорошую видовую характеристику. И дальше там же кабинет, ну, как гостевая спальня, тоже третья. И большая терраса по периметру, у нас террасы здесь выходят на участок, еще сделаны террасы, там такая как бы летняя спа-зона, там поставили ванну. Сергей, я предвижу комментарии и кучу вопросов. Я понимаю возражения очень многих относительно, насколько этот дом теплый, так как это, во-первых, каркасник, все-таки, да, и во-вторых, такая площадь остекления, еще и в-третьих, инфракрасное отопление. Значит, сразу, дома очень теплые, то есть у нас это превышение, ну, для нашей полосы, там вот Москва-Питер, примерно там на 5-7%, то есть это теплый дом. Все материалы сертифицированы, все все европейскими сертификатами, каркас у нас, значит, у нас полистирол по перекрытиям по 200 миллиметров вверх, не сдает и нормативный, то есть там больше, там 3-2 кг. сейчас. По стенам у нас 150, стен немного, но тем не менее они есть. По внутренним перегородкам у нас, значит, акустик бац, это уже вата, чтобы, ну, чтобы изоляция была лучше от комнаты к комнату, да. Стекла у нас идут в раме, тоже хорошая изоляция, то есть они отражают звук. Ага. Вот. Так что... Даже вот когда было 30, там, градусов, 30, да. Что здесь происходило? Примерно начиная с 30 градусов мы начинаем подключать теплый пол. Ага. Все остальное время работает система только потолка. И то это вот в обычную нашу зиму 10-15 градусов она там, ну, поработает на 50% с большим запасом. То есть вот, ну, вот ты сейчас стоишь и даже не чувствуешь эти, ну, вот волны, да, там, что вот разница температуры, да, там. Нет никакой разницы, что снизу, что сверху, абсолютно. То есть, да, ну, в этом эффект от этой волны, как это все прогревает дом. Окей, по материалам, вот смотри, по впечатлению, кажется, что дом достаточно темный. Я так понимаю, что отделки наверняка есть какие-то разные. и можешь ли ты рассказать про то, какие вообще цвета есть? Потому что вот лично для меня, я вижу, что ты фанат черного цвета. Нет. Нет? Я не фанат далеко. Да? Почему, почему вот и выбрал, интересно, жить в черном? У нас все, ну, у меня вообще, как бы, я решил такое сделать. У меня, в принципе, дача такая же, я видел там 10 лет назад. Ну, это, знаешь, такой театральный камерный цвет, черный тоже хороший цвет. Да. То есть он такой вот именно камерный. Мы не можем это никому продать практически такой цвет, то есть там у нас много красных, там 40 оттенков дерева, то есть мы рисируем эти панели наши деревянные, и, в принципе, исходя из этого, даже по большей части себе решил сделать черный. Но здесь вот, вот именно в этом доме стены, все санузлы, спальни, они все каменные. Точно такая концепция. Есть, то есть, концепция, когда у нас деревянные эти стены, то есть, в принципе, это вот единственный выход на террасу. То есть мы, мы сейчас говорим о том, что люди спрашивают, что многие хотят раздвижные системы, в реальности никто им никогда не пользуется. Зимой ты не будешь открывать, это очевидно. Летом тоже, потому что будут насекомые, это просто несовместимо с жизнью. Здесь, видишь, мы интегрируем вот эти алюминиевые двери, то есть вот прям так тоненько. Плюс дополнительно еще москитные такие вот системы. А, класс. То есть вот это работает. То есть вот так в лето можно быть. Ага. Если насекомые не смогут попасть. Здесь, как опция, видишь, сделана пониженная диванная зона. Если мы туда спустимся, опустимся, то будет понятно, что здесь просто меняется горизонт. Да. То есть я предлагаю пройти посмотреть. Да, давай посмотрим. Получается, меняется горизонт и вида. Совсем меняется. Вот если даже так, если, например, сесть на диван, то отсюда ты уже не будешь видеть там... А, получается, увеличивается зона просмотра. Те дома, которые были видны там у соседей, например, то отсюда они уже просто упали. Здесь другая история. Ну, плюс некоторым все-таки людям хочется потолок повыше. В этой ситуации у нас уже там почти 360 с учетом этого понижения. То есть в этой зоне он такой сложный. Это один этаж, принципиально один, да, кстати. Все время все дома один этаж. Вот меньше 300 квадратов дом, двое этажа неэффективно. Очень крутая зона, мне нравится. У меня дети, и я уже представил, как они будут по этой всей штуке лазить. Моя тоже камень двигает. Да? Это же не просто камень, это же энергетические истории. То есть я там вот этот вот лайв-линик, то есть у нас там все там такие знаковые сооружения, там майя, там пирамиды, там храм солнца, или там Стонхенч, они все на лайв-линиях находятся. То есть прям вот вся земля так порезана с северной юг и там по 30 градусов. И здесь вот ровно север. Дальше там ландшафт идет, потом в душе, то есть это прям прямая такая территория в дом. Мне очень нравится твой подход относительно проектирования. В том плане, что здесь чувствуется какое-то уединение с природой и грамотно продуманность с точки зрения инсоляции, света, и в том числе подключены вот эти энергетические моменты. Получается, что условно цена и решение подключат в том числе с кухней, техникой и со всем-совсем. Да. То есть это прям вот именно вот так вот готовые объекты? Ну, есть какие-то... У нас есть базы, которые мы комплектуем полностью, плодстаканами, у нас есть референс там текстиль, постельное белье. Но дом надо докупить немного. То есть телевизор, но это индивидуальные какие-то вещи. Вот основное для жизни там в нем уже есть. Это подготовка воды, это освещение, это сантехника. Она причем подобрана хорошая, ну, такой по цене-качеству диапазон. То есть человек это... Просто человек так подобрать не сможет. И поэтому много-много людей, даже они, когда видят точную стоимость, то есть они могут спланировать свой бюджет. То есть у него всех там есть большие финансовые ресурсы. То есть человек продает их вот для того, чтобы квартиру, покупает землю и заказывает дом. Это продукт. Класс. А скажи, кстати, по срокам. Вот если заказать такой дом, если, допустим, человек покупает готовое решение, сколько времени нужно для того, чтобы ему после оплаты проекта, там, да, предоплаты какой-то, да, и до момента, когда он может заселяться. Три месяца проходит. Три месяца? То есть да. Вместе с мебелью совсем? Полностью. Я социальный доктор. Люди не успевают развестись, поругаться, умереть. Они просто входят и живут, привыкают. Что тут прям... Я по практике, как архитектор, видел тысячи таких случаев, когда мы начинали проектировать, там, увеличился состав семьи, там, рождались еще дети, этот проект уже стал неактуальным. А по факту строится там, ну, там, полтора, это просто очень быстро года, да, так, реально, срок три года, вот, с коробкой с интерьером. За это время происходит там новая жена, там, ну, вообще, это... Ну, просто другие люди, уже это, ну, неактуально. Здесь такое не произойдет, то, что сразу живешь. Кстати, многие покупают мне, ну, точки зрения, инвестиции, да, то есть это, это, конечно, более интересный продукт, это даже... Даже не три месяца, да, там, а ты просто уже уехал и купил и купил новый дом. Окей, я практически уже купил. Вот. Вопрос, если брать вот эту площадь, ты сказал, сколько? на... 290 вместе с террасой. Вместе с террасой и 290. Сколько вот такой дом обойдется? Получается, 29 миллионов примерно? Типовая модель, да. То есть базовая модель, без там, без наворотов, а год, да, стоит примерно так же. Ну, здесь понятно, что здесь умный дом, здесь, ну, здесь там... Вот чего не будет в базовой модели относительно вот этого? В базовой модели не будет... Ну, в дому точно не будет. Это такая... Это опция. То есть мы сейчас ее программируем сами, это, в принципе, ну, начали предлагать, ну, это понятно, что это дорогая история. То есть вот, не будет какой-то отделки, там не будет каменных стен, не будет фасадов. То есть это там клик-фальц или там какие-то другие наши стандартные решения. Вот. А так, в принципе, ну, площади будут другие, да, там, в типовых домах. Есть как опция, вот мы разгружаем, и там... У нас вот такая вот ячейка, это стандартный шаг. Да. Здесь вот три пакета без перемычек собраны. И это удорожает конструкцию, получается. Это удорожает конструкцию там за потолком существенно, потому что всего четыре опоры, и у нас эта гостиная, вот, 120 метров, еще плюс там, ну, почти там 200, получается, на сетерасы, Все это висит на четырех столбах. Ну, практически там по 20 тонн нагрузка на каждую. Смотрите, ребят, чтобы вы понимали, я прекрасно сейчас представляю, что, типа, как, чего там, типа, стоят, там, 12 миллионов за дом, да я сделаю себе хоромы там. Я вас чуть огорчу. Мы недавно были, к примеру, снимали фахверк на нашем канале. Вот этот выпуск вы видели, где прекрасная Анастасия сделала себе ремонт, что-то делала своими руками и так далее. Это осталось за кадром, но ремонт, ремонтные работы даже не суперкрутой бригады обошлись в 100 тысяч рублей за метр. То есть, покупая дом, который вы видите, за, там, скажем, 6 миллионов, да, как это видно в рекламе, теплый контур, фактически, вы должны понимать, что на ремонт вы так или иначе потратите вместе с мебелью и со всем остальным, чтобы просто туда заехать, ну, минимум сейчас 100 тысяч за метр. Да, можно там совсем урезаться и сделать и за 80 и так далее, но фактически так и получается. У многих людей иллюзия по этому поводу. Они покупают дома, думают, что сейчас я продам квартиру, перееду в дом, и фактически сталкиваются с проблемой, что отделка стоит слишком дорого. и я сам наблюдал такие картины, когда приходил кому-то в дом и люди в половину в бетоне живут. Да, часто. Вот. Это вот история, с которой сталкиваются. Поэтому я думаю, что это вопрос времени просто. Типа, со временем, мне кажется, все придут к этому выводу. Ну, либо часто бывает, что люди просто не считают деньги, когда делают ремонт. Они думают, что это выходит дешевле, но фактически, если все посчитать, то получат совершенно другие цифры. Я лично вот тоже хочу сейчас в поисках решения как раз планирую построить свой дом. И я не готов. Я понимаю, что через год у меня может столько всего поменяться. Так, ну что, пойдем гулять, смотреть дом и планировку и показывать, собственно. Да, конечно, очень просторно. Ну, смотри, здесь кухня встроенная, да, это вот такой черный глянец. Ну, все черное просто, это глянцевое, да? А почему, кстати, глянцевое, матовое, вы матовое делаете? Да. Любой цвет, любой материал, ну, это все равно корпусный, заказ мебель, ну, просто здесь оно как объем придает. Немножко, да. Да. Вот. Вот это вот типовое решение, это везде, здесь и везде, только здесь пять метров стол достаточно большой, со встроенной там вот варочной поверхностью у нее, с подсветкой снизу, это все вот прямо вот как типовые дома, только на типовых это три с половиной метра столешка, здесь вот пятиметровое, то есть большая такая история. Круто. И получается, за счет того, что он стеклянный, опять же, объема больше создается. Ну да, здесь вот будем ходить, вот он отражает этот зенетный фонарь, здесь такие сложные световые эффекты, вот сейчас там снег лежит, а так вот видно дерево, и вот так летают птицы, ну, то есть они отражаются. Обалдеть. И он получается, такая история, что сделано таким образом во всем доме, даже на самом деле, вот я когда заходил сюда, там при входе зеркальная поверхность тоже все время ты видишь вид из окна. Вот эту историю. И прям ты заморачивался, продумывал, или это как-то так случайно получилось? Ну, случайности не бывает, это, конечно, проектное все решение. Вот это панорамные, эти стекла, когда это отражается вот здесь, это сложные такие эффекты, они все время работают. Вот если отсюда посмотреть, то будет в столе под углом эта улица отражаться, ну, эти елки, опять же. Это философия такая проектирования, да, вот искать сложное, в простом, кодировать его здесь. Класс. Также, в принципе, в этой кухне продолжается стеклон, то есть там отражается. Вот здесь, тоже типовое решение, скрытая мойка. То есть, здесь вот бардак, вот так закрыл, да, и ждешь уборщица. Здорово. На столе пельмени можно убить? В предыдущем доме была каменная столешница, и моя мама ее разбила пельменями. Да ладно, просто? Да, она думала, разбить пельмени, разбила столешницу. Так вот, на доске можно убить. Можно. Не разобьется? Ну, стекло каленое, не разобьется. Ну, здесь конструктор нам насчитал 300 килограмм, можно быть, нагрузка. вот здесь 5 метров без опор, вот, в принципе, 300 килограмм это 3 человека. Обалдеть. Ну, пельмени уже, пельмени легко. Круто. А с точки зрения, кстати, вытяжки, вопрос? Что она включается, там, на 5 минут каждый час. Но я могу в режиме motion, вот с этого самого, с телефона ее запустить на этот, ну, любой момент, если нужно. Я понял. то есть, вот, ну, такая серьезная история, это отсюда вытягивают из туалета, это на крае шеклапаны такие, вот она пошла, слышно. Да, слышу. Расскажи, как работает умный дом, что подразумевается под умным домом в этом случае? Ну, смотри, здесь, да, система умный дом, это вот по каждой комнате есть, вот, например, гостиная, да, здесь есть система управления светом, есть сцена. Вот я пошевелился, меня считал объемный датчик, вот зеленая была, кнопочка, зарегала. Сейчас он выставлен на сцену, что вот подсветка стола 5%, гостиная вверх 5%, эти светильники на 100%. Давай сейчас все на 100% включим, прямо посмотреть. Я могу, то есть автоматически при каждом движении, откуда бы я ни вышел, считывать датчик, он, значит, выставляет такой вот свет. Через, значит, движения нет, я ушел, через там какое-то время, там 5 или 10 минут, свет полностью весь включается. Я могу переходить в режим motion, да, и брать, там этот, ну вот, выставлять или диммировать здесь этот вот, вот эта верхняя лента, да, здесь все разбито по голове. То есть ты, короче, пожил в каком-то, какое-то время в доме, и понял, как тебе комфортно, и настроил под себя. Да, мы создали такие сцены. Здесь же стоит температура, здесь же могу вентилятор принудительно запустить, здесь же подогрев, вентиляция. И плюс, если ты уезжаешь из дома, допустим, в том случае, если дом нет для постоянного жительства, то удаленно можно, опять же, управлять отоплением. Можно сделать наверняка, там, сценарий, когда ты понимаешь, что ты едешь домой, и дом нужно прогреть, и заранее, собственно, запустить. Ну, опять же, то, что материалы все из насостойки, я, в принципе, если уезжаю на неделю, здесь могу там плюс 2 выставить, температуру, чтобы не платить за отопление, да, лишний раз. Тревога, опять же, ну, система охраны, она тоже подключена на, из периметров охраны, он тоже на этот Аякс, тоже через умный дом все идет. Вот, при том, у нас умный дом, он не идет через китайский, там, сервер, он здесь без интернета, здесь внутри тоже работает, то есть он сам внутри себя думает и делает. Ммм, здорово. А скажи, вот относительно стоимости, если добавить такую опцию, то насколько дороже станет? Ну, зависит от площади, но существенно, то есть, ну, здесь просто только, только провода 800 тысяч. То есть она стандартная, дома, это около 100 было будет, потому что от щитка к каждой лампочке вот так вот идет. Здесь можно запагонировать, то есть здесь не группа сделана, да, на всякий случай, я могу каждый дауншифтер отдельно включить. Я понял. И его же каждый день вот так, здесь очень много сама, ну, проводки. Я понял. А вот если брать конкретно этот дом, ну, провода, это не основное. Да, и сам щиток этот большой, там работа программистов вот эта. Да. Много занимается. Ну, типа примерно, вот на этот дом такая система сколько обойдется? Не знаю, может быть, 3 миллиона. 3 миллиона. Ну, относительно стоимости 29 миллионов за дом полностью с мебелью, 3 миллиона, в принципе. Ну, здесь не 29, здесь, я говорю, что здесь снова. Здесь другая мебель, там много всяких опций. Другая техника, да. Ну, я имею в виду, при стандарте, там добавить эту опцию окажется нормально. Да, можно. Ну, в принципе, за этим будущее, поэтому мы начали. Вот смотри, это вот система умный домная глаз. Здесь она собрана на системе Аякс еще дополнительно, то есть эти объемные датчики, датчики размыкания на дверях, эти Wi-Fi там раздачи, пожарные датчики, объемники, они все вот запрограммированы здесь. То есть мы идем, у нас автоматически включается свет везде. Ну, здесь вот так, здесь надо было прибраться. Ну, в общем, здесь стиральная машина, ребята. Понятно. Там стиралка. Да. Давай снизу так. Так, здесь узел воды, тоже бардак. Ну, в принципе, он так и работает. Да, здесь всегда бардак, это должно быть так. Здесь швабры, котел нагревательный, система очистки, гребенки, все вот, вот здесь же лежат, для уборщицы, эти тряпки все. Ага, я понял. Смарт. Круто, удобно. Да, это просто, о, сейчас, дверь. Кстати, про дверь, дверь, это мы сами производим, дверь, стена открывается, то есть, вот, то есть, такой, пирог толстый, сейчас, когда выйдем, как стена, такая же, Расскажи, Сергей, про архитектуру, про пространство, в чем идея, и как она отражается. Ну, ты видишь, жесткий минимализм, идея вот этого зеркала, то есть, у нас стекло зеркалит, мы, то, что внутри, мы практически с тобой не видим. Да, если только прямой, прям смотреть, ну, да, вот этот вылет террас, он стандартный, здесь два с половиной метра, да, у нас такая, она консольная висит, и там еще, по архитектуре, здесь еще, ну, здесь вот конкретно этот участок, он такой, с большим перепадом, видишь, мы сначала сажали крупномеры, вот, а потом вручную уже ставили пакеты, потому что робот уже сюда не заходил, наш манипулятор, вот, и здесь перепад 3 метра получается, да, примерно, вот здесь вот, а там при входе, еще 4 примерно метра, то есть, у нас ворота выше, чем дом, примерно там на полтора метра, то есть, с дороги его вообще не видно, да, он такой, в низине. Утопленный. Да, мы насыпали ландшафт, здесь сейчас вот зима не видно, а так, у нас вот полностью весь участок, все два этих участка отсыпаны, геополотном и отсыпаны щебнем разного формата, здесь сад камней, здесь огромные валуны, в том числе, у нас концепция забора из габионов, это мы тоже, кстати, сами делали, научились делать, то есть, это сетка, и в нее засыпается габро, там крупные фракции, у нас подпорные стенки, потому что, ну, потому что рельеф очень сложный, поэтому там парковка на одном уровне, к дому спускаешься по, такой квест проходишь, мимо с елок, мимо камней. Да, я заметил. Да, классно. Ну и все это, конечно, с ландшафтной подсветочкой, то есть, видно там просто террасные, там где-то, линии выходят из дома, там насквозь, да, проникают, да, эти, ну, просто прожекторы, которые здесь деревья высвечивают. Ну и решение крутое, в том плане, что себе лес выстраиваешь, все. Да, если ты не купил участок уже в лесу, ну, здесь вот лес березовый, чуть подальше есть на участке, он был, а это все, это работа уже на архитектора, ландшафтный архитектор. Ну, в данном случае мы здесь сами комплексно делаем. И здесь вот, как опция, 10 раз это стандартное решение, безопорное, опять же, да, вот это все. А дальше заворачивается спа-зона, это такой, ну, тамбур, как бы, да, он там же, он же и вход, там же и ванная стоит, эта летняя, ну, такая зона. А здесь, ну, как зона костровая, то есть, ты, видишь, на камне оторвали этот очаг, ну, потому что полы деревянные, чтобы этот разрыв сделать термический. Вот, и такая зона из этих, из известных стульчиков уличных, литра. Да, да. Вот, и биокамин. Ну, можно было бы топить и просто дровами, но просто биокамин по практике. Проще. Здесь такое решение, что в доме камина нет, но он работает на интерьер. То есть, ты из интерьера его видишь, если ты его поджигаешь, а это может работать несколько часов, да, у нас на заправке. То есть, вот такая интеграция, как бы связь интерьера с экстерьером, да, когда вот у нас связь просто через огромность, стеклопакет идет. Она вполне нормальная. Идея того, что пространство продолжается через этот камин, она еще больше усиливается. Ну, да, пространство интерьера. Решение могло бы быть и там, то есть, очевидно, что можно по центру гостиной было бы поставить большой биокамин тоже. Никогда не поздно сделать. Поэтому. Ну, а камин на твердом топливе, это дом современный. Я посчитал, что это лишь... Да, да, согласен. Тут такой хай-тек, и вдруг дрова. Мы же не ездим на шведях. Логично. Круто. Ага. Ну, то есть, мы пошли просто обратно. Сам гелетов вход, да? Ага. Мы сразу входим. Здесь глухой коридор. Вроде бы. У нас здесь же гостевой санузел. Вот тут вот я сейчас вижу уже посыпавшийся комментарий, что санузел стеклянный, как быть? Да. При входе санузела, у нас философия всех домов, что они транспарентные. Даже с человека 100 всего метров всего, а там метр всего. И там три спальни, то есть, такими комнатками. В обычном доме ты не почувствуешь пространство. Здесь они все транспарентные, перетекающие. В том числе, вот санузел стеклянный. Я сейчас покажу просто, что это можно изолироваться на самом деле. Да, да. Закрыться. Кстати, и шумоизоляция хорошая. Да. Шумоизоляция тоже отличная. И это, но когда ты просто умываешься, например, или когда ты вообще не пользуешься этим туалетом и пришел сюда, то оттуда светит солнце. Сейчас просто пасмурный день, и там лежит снег, но тем не менее свет даже так проходит. И у нас вот, то есть, это такая мультифункция. Тут просто все пространства, они могут быть, если все раздвинуть жалюзи, поднять шторы, то в принципе здесь стенок, ну, практически нет, их очень мало, по крайней мере. И вот гостевой санузел, ну, унитаз, душ, душ, совмещенный с сауной, потому что, ну, как мультифункция, может в принципе закрыться здесь и попариться. Вот мы приносим этот пластиковый стульчик и здесь начинаем кидать. Вот такие вот эти дизайнерские штуки. Круто, круто. Это дозатор, этот шампунь, мыло, еще, ну, такая вот нержавеющая штука. Второе, это здесь нержавейка, а там, при мастер спальне, там это из керамогранита сделано, такой же бордосик. И здесь, то есть, вот это, по сути, это от производителя, да? А это отдельно делали на заказ, сами. Круто, очень интересное решение. Ну, есть там Антонио Лук, еще кто-то такие готовые вещи. Ага. Но это не будет 100 тысяч за квадрат. Нет, здесь в принципе есть вещи, которые там дополнительные, ну, понятно, здесь просто комплектация подороже, здесь вот такие вот эти, ну, шпанированные добы, видишь, такие. Запилы под 45. Да. Чтобы он монолитно выглядел. Мойки, в принципе, они все вот здесь нержавеющие, просто, тоже вот, более концептуальные, да, чтобы вообще другой материал, в принципе, не вводить. Здесь везде, по всему дому, там этого нержавеющие. Угу. Ну, тоже вот смесители грязные. То есть, вот эта нержавейка, это, там нержавейка, все смесители, это нержавейка, да, галейка душевая. Угу. Зеркало вообще бомба. Кажется, что пространство продолжается. На стекляшку два раза больше получается, ну да. И получается и света больше, все это отражается. Всего больше. Всего больше, все умножается. И так как оно в пол, соответственно, пространство, ну-ка, такой коридор получается. Ну да. Очень круто. По поводу кровли хотел спросить и по зенитному окну относительно снега, как чистить. Тоже, я думаю, что вопросов будет вон там вот очень много по этому поводу. И. Второй по популярности вопрос. Да. Плоска крыши, на самом деле, разглонка есть небольшая, просто на снег лежит, его чистить не нужно. Если тут камеру туда навести, там вот скатные дома на горизонте, да, то есть снег там лежит так же, как и здесь, только что здесь на голову не падает. Да. Поэтому чистить не нужно, его сдувает по весням, просто встаивает, так же, как с любой другой кровли. Только еще раз говорю, просто он не падает на голову. Мембраны используем хорошие, американские. С нашими производителями мы наелись, переделывали, поэтому с этим не играем. Да здесь, это стекло можно закрывать. То есть, сейчас не актуально зима, а летом вот я могу с этой системы запустить, что шторы поехали, но пролет большой, здесь 8 метров, поэтому здесь две шторы, две этих полисеи едут на встречу друг к другу. То есть, и в принципе, они там настроены через зумный дом, на самом деле, они как бы, когда там активный солнце как бы большой, то есть датчики считывают, она автоматно заезжает. Это все настраивается, да? То есть, ты можешь, да, вот в режиме motion я могу перейти, нажать и вручную двигать, там, или свет регулировать, но в автоматическом режиме она там сама работает. Тебе, в принципе, здесь не нужно там, ну, включать свет, ходить, да, там, или что-то двигать, закрывать жалюзи, они там просто от времени суток сами, система сама работает, можешь просто перед там поиграть, да, что-то поменять сценарий, какой-то другой. Давай пройдем дальше, посмотрим спальню, наверное. Вот здесь заканчивается кухня, этот блок такой, шкафов, начинается мастер спальни. Прям целиком мебель, короче, интегрирована. Да, она условно небольшая, но здесь, мне вот лично больше не надо, здесь тоже, ну, комплектация другая, это ренские все-таки кровати, здесь, при этой спальне просто, здесь выход на террасу, эта система опускается, тоже жалюзи автоматически. На самом деле, комната вроде маленькая, по площади, сколько здесь примерно? 20, может быть, максимум, а то и меньше. Да, я думаю, даже что меньше, но за счет окна получается, что простор раскрывается, то есть, она не воспринимается вообще никак. Ну да, но здесь вообще прям спальня-спальня настоящая, кровать здесь равная, она вообще по центру комнаты, не примыкает ни к стенке, ни с голове, ни с никакой, она вот, ну и корпусная мебель зеркальная. Единственное, что расстояние, между... Ровно, чтобы дверка открылась. Чтобы дверка только открылась, да? Да. Здесь тоже такая штума как гостевом получается, только на два раза больше тоже заказ сделали. Спланированные дубы, тоже так же вот эти мойки. Ну, мойки, это просто я так концептально сделал, чтобы не было материала, да, опять же, на самом деле. Там и в базах есть другие чашки. Это классическое вообще расположение, когда унитаз и душ отдельно, это ближе. Ну, так спланировано и все. У нас дверь, перегородка стеклянная, в принципе, когда, ну, никого нет, да, или ты умываешься, ты там смотришь в лес спокойно, или если тебе надо уединиться, ты закрыл дверь, закрыл дверь. и та же штура. то есть в принципе вот эта вот транспарентность и мультифункции этих помещений. А вот тут вот зона хранения еще какая-то? это дополнительно просто, вот шкафчик. Тут неглубокие полкинг. Здесь панорамное зеркало, вообще, надо быть в хорошей форме, да, что ты все время отражаешься. Ну, или просто принимать себя таким, какой есть, полностью, прелюбить. Есть варианты, я уже не говорю, что здесь. Да, тоже. А, я понял, то есть ты, в общем-то, сидишь на троне и смотришь в зеркало. Подойти к тому, ну да, последний император. Ну да. Это прямо очень хорошо, надо любить себя. И акцентирую внимание вот на этом решении. Вроде зеркало, и как мы обычно привыкли полностью утапливать сохранение, здесь оно немножко выступает. и получается, что ты видишь какие-то баночки с этой стороны и можешь приоткрыть. Уже интересно, на самом деле. Круто сделано. У меня, кстати, вопрос по шпону относительно влагостойкости, водостойкости. Ну да, дислак такой хороший, поэтому все работает. Насколько это практично в будущем? Я так понимаю, вот сколько ты уже пользуешься этим? Ну это, слушай, ну, конечно, камень практичнее всего. Ну да, это понятно. Тут даже нечего обсуждать. Но все равно я приверживаюсь того мнения, что все-таки это имеет место быть, и это не значит, что ты воду пролил, и все это, все приметилось. Оно здесь лежит спокойно. Но дерево, надо понимать, есть дерево, и за ним надо ухаживать. Другая история. Просто, чтобы понимать, почему мы там укладываем все эти деньги, да, например, потому что мы, вот площадь нашего стеклопакета не доходит до 6 квадратных метров, там, 4 миллиметра. Как только мы бы перешли эти 4 миллиметра, это уже было бы джамба, умножаем на 2 стоимости. И так здесь на каждом углу вообще. То есть вот вся, любое решение, оно такое. А этот пример хорошо иллюстрировать нашу технико-экономическую характеристики, вообще политику. Я прям вот тоже акцентирую внимание, ребят. Часто, сейчас уже это меняется, но раньше было непонимание, типа, зачем обращаться к архитектору, к дизайнеру, да, и есть такой, мнение, что с архитектором, дизайнером получится что-то дороже, я лучше сделаю сам. Вот сейчас повторюсь, этого меньше, но так или иначе, именно вот за счет вот таких деталей в работе проекта получается именно оптимизация стоимости. И человек, когда делает что-то сам, он может просто это не учесть, да, и где-то переплатить. Конечно. У нас даже на курсе, у нас есть курс по дизайну интерьера, мы даже учим такие решения применять банально даже в стандартной мебели, когда же проектируешь шкафы, и можно ставить произвольный какой-то размер, а можно заложить стандартный, тот же самый Икея, да, и тем самым мы просто экономим существенную сумму. Если мы стеночку встроенной мебели просто предусмотрели, или размер даже комнаты предусмотрели под габариты какого-то стандарта, это существенно экономит деньги. Пойдем в кабинет тогда? Да. Ну что, мне кажется, в таком сердце творчества этого дома. Да. Расскажи про кабинет. Вообще, я так понимаю, площадь не очень большая, но при этом есть стекло и пространство. Тот же принцип транспарентности, но здесь как кабинет, как гостевая спальня в том числе может быть. Мы точно так же вот здесь видишь по тому решению, что это дверь и окно у нас, это глухая стенка, а здесь и стеклянное и жалюзи мы можем поднимать и, в общем, ты через гостиную смотришь на участок, да, по участку. Да, небольшая площадь, но больше, в принципе, не на. То есть какие-то проекты дома делаешь, поэтому... Я понял. Наград, я вижу, масса. Очень много федеральных, да. Ну, это признание коллег, это, ну, ценно, в общем, да. Да, это круто. Тут есть всякие вещи. Это показательно, друзья. Есть, ну, да, ну, это итогом то, что я профессор международной академии, да, то есть, это как вот путь, это там ежегодно, это как итог этого всего творения. Если проекты хорошие, если этим озадачиваться, ты можешь в целом мир ездить собирать, ты знаешь, что это просто этим нужно заняться, многое бывает. Вау! Кассеты! 90-е годы, да. Кассеты, ребята! Да ладно! Индийские. Рольный стол, да, прошлый век, но тем не менее. Слушай, выглядит это очень... Реально прошло. Ну, это Rolls-Royce в мире музыки. Должен, это тоже гранит, на улице тоже гранит. Здесь, кстати, вот деревянные две стенки, единственное, да, это уличные ограждающие конструкции, это стенки между спальнями. То есть здесь акустик бац. Ключевое в этих домах, что у нас нет слова отделка, да, то есть у нас ограждающая конструкция, она есть декоративная. То есть вот у нас это листы панели, это березового шпона, это устойчивая диагональ, это там не нужно косина в каркасе, это очень жесткая вещь. И она же отделочная, декоративная. Ну, то есть мы уходим, тут нет плинтуса, тут нет кучи всего, затрат, от которых можно уйти элементарно. То есть тот же там плинтус, например, это расходный материал, плюс там его надо установить, это человек часы по работе. То есть это вот мы сколько здесь по периметру срезали денег, опять же уже. То есть нет карнизов, все вот это вот четкое такое примыкание. Посветка, либо получается стык материалов, по сути, сама вот эта деревянная панель, она является фактически заменой плинтуса. Это что-то стык между собой. Да, и кроме того, это еще очень такой вандалоустойчивый материал, то есть бывает кто-то там использует, как, например, там дачу, да, то есть ты можешь дом заморозить спокойно, потом разморозить, то есть это не тот вариант, что это штукатурка или покраска, что-то там от влажности придет негодность, то есть это очень устойчивая панель к вот этим перепадам температур, там, так далее. Да, я понял, это практически. К влажности, да. Так, пойдем в спальню? Да, пойдем. Это гостевая спальня, я так понимаю? Да. Похожа на твою личную, потому что... Ну, здесь везде эти так или иначе вещи, они все так или иначе мои просто. Иногда хочется остаться здесь. Тут просто другая жесткость матраса, например. А, я понял. Здесь вот можно как раз понять, что если повернуть жалюзи, ты будешь всю гостиную туда насквозь видеть. Да. Это пространство работает. Если нет, то просто вот окошко с елкой. Ну, да, 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 круто. Слушай, а жалюзи деревянные? Да, это дерево. Да, очень смеетно выглядит. К сожалению, да. Было концептуально, чтобы они тоже были темного дерева, но ждать было три месяца из Италии. А мне кажется, с деревом... Да, неплохо, но просто... Я к тому, что дом строили два месяца, а жалюзи три месяца, но это как-то... Что-то здесь не так. В наших проектах такое бывает, особенно во время пандемии, там был трэш. Ну, да. Так, ну, расскажи, что здесь есть в двух словах. Ну, также обычный набор кровати, корпусная мебель, вот зеркальный шкаф, вот здесь сколько раз 8 штук, да, Ну, опять же. Да. То есть они полупустые. Также скрыты кондиционеры в этих шкафах внутри там. Там внутри кондиционеры? Да, везде. И на кухне также подкидываем от ресур, у нас кондиционер. Интересно. Ну, вот просто так. То есть это летом просто, открытый шкаф, здесь так, а на кухне там просто антресоль откидывается. Ага, понял. Блин, все просто, но... Это в каждой спальне. в нашем регионе мы очень редко используем кондиционер, правда, поэтому чаще он просто как такой вот нарушает баланс интерьера, да, поэтому... Ну, блоки это зло, да, в интерьере. Ну, да, холодные-холодные потолки делать дорого. Я понял. Это факт. Круто. Ну что, друзья, мне кажется, этот проект просто эталон функциональности и архитектурного подхода к интерьеру и к архитектуре в целом. И именно такому подходу мы обучаем на нашем базовом курсе по дизайну. Как вы видите, именно детальная проработка проекта позволит избежать ошибок и переплат на стадии ремонта. В описании под этим видео я укажу ссылку на бесплатный трехгневный марафон погружения в профессию дизайнер-интерьер. Переходите, участвуйте и регистрируйтесь на него. Ну, а вы пишите комментарии и ставьте лайки. Давайте соберем 10 тысяч лайков под этим видео и тогда мы вас еще больше удивим. Вот увидите. Всем счастливо. Пока-пока. Алиса, выключи свет. Есть, сэр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok